Загляни в лавку rpgdon.com, покупай сувенир из любимой игры и обновись! Ссылка под видео! Давай начнем с того, для чего нам нужна эта репутация. От того, какой уровень репутации на территории, на которой ты находишься, зависит, сколько бонусов к величию ты получишь. Уровень 2 это плюс 1 к величию, 3 плюс 2, 4 плюс 3 и 5 уровень максимальный, плюс 5 к величию. Величию это вот эти вот бонусы, которые выводят нас, соответственно, в следующую группу и добавляют нам определенные бонусы к атаке, к снижению урона, делая нас тем самым сильнее в PvP и PvE. Если навести на цифру в скобочках, то будет написано, что чем выше ваша репутация на той территории, где вы находитесь, тем больше дополнительного величия вы получите. Но в данный момент система работает не совсем корректно. Независимо от того, на какой территории ты находишься, будет считаться максимальный бонус от территории, в которой у тебя максимально прокачана репутация. К примеру, у меня на Боленосе 3 уровень репутации и на Серенде 3 уровень репутации. У меня здесь по правилам должно быть плюс 2 бонуса. На Медии у меня репутация уровень 1, то есть бонусом должна я получать 0. Однако, когда я появляюсь на этой территории, у меня остается в скобочках плюс 2 репутации. Даже если я меняю оружие, даже если я переодеваюсь, ничего не меняется. Если это работает корректно, то замечательно, если же нет, то наверняка в ближайшее время это дело исправят. Дружбу можно набивать не только в столице, но и в городах, которые рядом. К примеру, Боленос, это поселок западный лагерь стражников, но и разговариваем с НПСами, управляющими узлами. Давай перейдем к тому, как набивается эта репутация. Для начала, что нам нужно знать? Сама репутация набивается от дружбы с НПСами. Вот здесь у нас есть в левом углу очки дружбы. Получаем мы их путем общения. Тратятся очки энергии. Вот в начале я потратила 2 очка энергии. Есть несколько теорий, есть несколько схем поведения, как набивается эта дружба. Я расскажу о той, которой пользуюсь сама. Во-первых, я разделила НПСов на несколько групп. Первое, это те, которые ну совсем с тобой не хотят дружить. Есть такие вредные НПСы, у которых крайне сложные задания и крайне слабые знания. Второе НПС, это НПС, с которым тебе просто не хватает знаний для того, чтобы дружить. И третья группа, это НПСы, которые с легкостью с тобой разговаривают, дают простые задачи, которые можно, выполнив, получить сразу же 300, 400, 500 и даже 1000 очков дружбы. Вот здесь, в предыдущем меню, у нас списочек знаний, которые НПСу этому интересны. То есть, для того, чтобы с ним общаться, тебе нужно для начала познакомиться с нужными НПСами, либо выучить нужных монстров, которые ему нужны. В заданиях у нас тоже есть несколько групп. Первое, это просто поговорить. В этом случае нет никакого значения абсолютно, каких НПСов ты ставишь вот сюда в окошко. Второе задание, это провалить попытку вызвать интерес энное количество раз, либо же успешно вызвать интерес энное количество раз. Ну и третья группа, это набрать определенное количество накопленной симпатии, либо же максимальной симпатии. Что мы делаем? Вот у нас задача, провалить попытку вызвать интерес один раз. У знаний, которые у нас под руками, есть такие поля, как интерес, 45, 100% и симпатия. Как я использую эти цифры? Чем выше процент в скобочках, вот 82%, 61%, 100%, 15%, тем больше шанс, что попытка будет радостная. То есть мы поговорим с НПСом об этом предмете, либо об этом человеке. Чем ниже процент, тем больше шанс, что НПС будет с грустной мордочкой. В данном случае у нас задача провалить попытку вызвать интерес один раз. Соответственно, мы берем максимум знаний с наименьшим процентом в скобочках. Однако есть такое понятие, как цепочки в знаниях, там плюс 3 к каждому следующему второму, плюс там интерес, еще чего-то. В этом, честно сказать, я не особо разбираюсь. Я и не вникала, мне и без этого достаточно. Это слишком сложная высшая математика, и, скажем так, мне было не очень интересно в этом разбираться. И без этих нюансов и тонкостей вполне можно набить дружбу. Если же у тебя больше склонностей к математике, если тебе нравится разбираться в этих всех головоломках, то, конечно же, ты можешь, используя базу, которую я даю, дальше развить эту тему и выработать свои схемы, как лучше что делать. Итак, вернемся к нашему общению. По итогу первого общения у нас получилось 11 очков дружбы. За один диалог можно трижды повторить попытку общения. Очки накопленной дружбы будут копиться. Но если же ты одной из задач зафейлишь, к примеру, вот будет стоять задача, которую ты не сможешь выполнить. Эти очки обнуляются, и ты ничего не зарабатываешь. Следующая задача – это вот то, о чем я говорила. Поднять параметр максимальной симпатии до 22. Максимальная симпатия – это вот здесь. Соответственно, мы выбираем НПСов, которых максимум процентов в скобочках. Однако вот этот НПС 0-0 я стараюсь такими пользоваться крайне редко, потому что от них практически не будет накопленной симпатии. Поэтому сначала смотрим, сколько у нас есть НПСов с хорошим процентом и интересами. Если же нет, то добиваем НПСом вот. Как видишь, максимальная симпатия у нас выросла очень хорошо. И бонусом мы получили достаточно очков дружбы. Если же ты сомневаешься в том, что, ну, к примеру, со временем ты начинаешь чувствовать, вредный это НПС или невредный, да? И если ты видишь, что у тебя накопилось уже достаточно очков дружбы, и в следующую попытку ты можешь получить невыполнимую задачу, ты просто нажимаешь «Завершить». Если же ты хочешь дальше рисковать, нажимаешь «Продолжить диалог». Провалить попытку вызвать интерес три раза. Скорее всего, сейчас я потеряю все накопленные очки, потому что у этого НПСа очень хорошее настроение. Ой, повезло. Вот, собственно, и все. За одну дружбу мы заработали 105 очков. Для чего еще это делается? У каждого НПСа есть лавка, знания и задания, которые мы получаем от именно дружбы. Чем больше очков дружбы ты набиваешь, тем дороже становится общение. Именно поэтому я рекомендую с каждым НПСом подружить на 1000, максимум 2000 очков дружбы, иначе потом это будет слишком дорого и, возможно, даже не будет себя окупать. Для того, чтобы увеличить количество получаемых очков дружбы, у нас есть костюм дворянина, который дает нам плюс 15% дружбы. Также внешки дают очки дружбы плюс 10%. Если платье дворянина у тебя не трансформировано с помощью купона, то ты его одеваешь вместо твоей брони. А также у нас есть алхимия, которая повышает дружбу. Оно так и называется зелье дружбы. Также для бафов используется кисловатая маринованная рыба, либо соленая рыба. Это обеды. Поэтому прежде чем идти целенаправленно набивать дружбу на территории, я рекомендую запастись. Во-первых, приобрести костюмчик. Во-вторых, купить вот этого зелья. Ну и что делать, если у тебя попался совсем-совсем неприятельский НПС? У него есть кнопочка просто приветствия, F5. Мы тратим 3 энергии и получаем 3 дружбы. Если разогнать, собственно, костюмом, алхимией, внешкой, то мы можем получать 4 дружбы. По своим наблюдениям могу сказать, что Боленос и Сирендия самые-самые простые территории. Дальше по сложности Кальфион, Медия, ну и Валенсия самая неприветливая территория. В Грани я дружбу набивала, там ситуативно, скажем так, на уровне Кальфиона. Какая система? Это бесплатный, ну, слегка, сравнительно бесплатный способ для получения плюс 5 величия. Когда ты упираешься в порог 19-й круг и дальше только 20-й и 4-я, 5-я бижутерия, то эти 5 величия будут на вес золота. Если ты уже заморочился и набил дружбу, поднял репутацию до 5-ти, делись своим опытом, а также расскажи историю, насколько сложно это было, какие сложности, и, может быть, есть что дополнить к моей информации. Ставь палец вверх, делись этим видео с друзьями, обязательно подписывайся, если до сих пор не подписан. Заходи в группу ВКонтакте и заглядывай к нам на стримы. До встречи на просторах игры. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok